Здравствуйте! Меня зовут Денис Королёв, а это курс «Основы компьютерной графики», который я вам предлагаю пройти. Это почти точная копия первой части курса «Компьютерной графики», которую я веду у бакалавров-айтишников в высшей школе экономики на втором курсе. Наша задача — собрать воедино разрозненные знания, чтобы в дальнейшем вы не только знали про компьютерную графику, как там принято что-то делать, но и почему это именно так. Кстати, а зачем вам вообще может понадобиться что-то знать про компьютерную графику? Ведь современные фотоаппараты сам неплохо настроят все необходимое, принтер тоже лишнего не спросят. Интернет-соединение стало достаточно быстрым, чтобы не отвлекаться на такие мелочи, как параметры сжатия. Зачем же тогда что-то изучать, если и так работает? Во-первых, это обманчивое впечатление, что техника все может сама. Ведь вы тоже видели разводы на небе, странный цвет лица на фотографии, когда все какое-то желтенькое, а мутные или рассыпающиеся на квадратики фотографии видели? Ведь всего этого можно было избежать. Во-вторых, понимая, как устроено зрение, как компьютер работает с цветом, на что мы обращаем внимание в большей или меньшей степени, можно понять ход мыслей инженеров и ученых, которые создали то, что окружает нас сейчас. От фотографии и телевидения до современных алгоритмов сжатия, форматов изображений и всевозможных графических устройств. Понимание этих принципов здорово расширяет видение окружающего мира. Есть и практическая польза. Зная, как работают различные алгоритмы сжатия и в каких форматах файлов они применяются, вы можете обезопасить себя от таких недоразумений, когда архивные снимки оказываются сохранены с неподобающим сжатием и от того теряют значимую информацию. Или когда вы публикуете на сайте план проезда к офису и недоумеваете, почему он теряет четкость контуров при сохранении. А есть и более тонкие материи. Сделав красивые фотографии, мы часто ловим себя на ощущение, что на экране компьютера и в распечатке чего-то не хватает. Когда вы делали снимок, все было красочнее, живее, глубже, а тут как-то тускло и плоско. Вот здесь вам и понадобится все то, о чем этот курс. О свете и цвете в жизни и компьютерах. О том, как это сохранить и увидеть. Мы начинаем курс, казалось бы, далеких от компьютерной графики тем. Вспомним школьную физику и биологию. То, что касается света и цвета, того, как мы все это видим и воспринимаем. Будем искать в глазу палочки, сворачивать в кольцо спектр, мерить цвету температуру. Потом обратимся к компьютерам и узнаем, каким способом там можно задать цвет. Разберем изображение по пикселям и кривым. Наведем ясность в характеристиках изображения и техники. Наконец, познакомимся с магией сжатия изображения и способами ее применения. В этом курсе вам не понадобятся науки программирования или глубокие познания в математике. Скорее, вам пригодится английский язык и общая эрудиция в компьютерной области. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok